так всем доброго утра bonjour hello good morning good morning good morning good morning to you good morning good morning i'm glad to see you ну что дорогие друзья мы начинаем наш традиционную рук туры олег марголин шалом влад козов шалом алекс чудиевич подиртов анна яманова смотрит нас отлично дерни нивня все основные и в день и живога светлана карачева шалом все слава богу якорь шатанин на месте все можем можем ева исмаилова все из тишинева олег с нами или берман с нами все отлично эти как быстро наполняется виртуальный бэд мидраж да то есть кто бы мог подумать кто бы мог подумать что вот так вот можно бах и наполняется сразу представьте как будто бы комната наполняется заполняется же 40 человек до ирина христианка шалом все двигаемся алекс поделка с нами все и значит мы продолжаем изучать пертей а вот сегодня у нас последняя мишна последняя мишна в во второй главе и мы завершим уже две главы две главы это очень серьезно у нас уже продвижение сейчас секундочку владимир волк вовкина смотрим хорошо значит мы продолжаем изучать сегодня у нас значит раби тарфан раби тарфан продолжает быть с нами ради тарфон раби тарфан имя у него странная как бы тарфон непонятно но не час такого имени не называют именем тарфан и вообще это имя похоже на на какое-то такое вот под греческим влиянием да чуть-чуть потому что потому что вы помните было у нас смешно мучили антигнос и шсохо и раби тарфон терф это как добыча да такое корень этот на иврите но я ни разу не слышал чтобы это было чтобы это было такое вот еврейское имя тарфон но очень был такой раби тарфон и он значит нам сказал раби тарфон он нам сказал прошлую мишну кто помнит как она звучала раби тарфон мне интересно что про него пишет википедия раби тарфон биография раввина начался давайте вам про него немного прочту значит раби тарфон мудрец мишна третьего поколения жил в конце первого и первой половине второго века то есть получается что в конце первого и в первой половине второго века ну то есть восьмидесятый девяностый год нашей эры там сто десятый это вот как раз об этом идет речь раби тарфон был священником и участвовал в исполнении обязанности куаним в храме то есть он был коином еще он застал служение в во втором храме значит после падения иерусалима продолжал как потомок аарона какой он выполнять функции коинов да например уже будучи стариком он показывал посещавшим его молодым талмиде хахамим кипарисовую палку которую он пользовался при очищении людей слившихся от сараак хотя уже невозможно было принести установленную для этого случая жертву то есть он был еще застал храм и выполнял храмовую работу очень интересно да значит он принадлежал школе шамая помните было разделение между и лель вы шамой и он был ученик шамая более строго вот эта школа так дальше что еще раби тарфон пользовался глубоким уважением мудрецом он был среди четырех старейшин арбас к ним собравшихся для выяснения некоторых спорных мнений значит дальше отличаясь трудолюбием он требовал того же других это мы сейчас дальше изучим да значит он крайне враждебно относился к иудея христианам в то время же как раз начало развиваться христианство и она в начале же она развивалась в израиле и это было просто как направление в иудаизме которые которые все соблюдали строго еще даже более строго потому что основатель христианства он говорил что я пришел закон не отменить а его устрожить и они ушли на устрожение закона во всем и ну то есть какие-то были у них расхождения но это была именно секта и вот равитарфон он очень крайне враждебно относился к ним и потом христиане они ушли из израиля и начали проповедовать во всем мире потом они отменили все устрожения которые только можно было отменить обретну все основные заповеди отменили лет через 300 и пошло тогда распространение очень сильно по миру христианства то есть это была очень мощная сильная идея которая взята была прямо из иерусалимского храма из которая существовала до этого уже значит получается две тысячи лет ну то есть от дарования торы знание о боди одно очень сильно прямо существовало было два храма потом пошло знание о боди через христианство пошло в мир потом мусульманство но тоже распространяет знание о боди о едином боди о создателя мироздания но как бы методики методики распространения они разные были да значит христиане в основном крестоносцы они они насаждали мечом до огнем и мечом мусульмане тоже вырезали всех неверных то есть приходили там вариантов не было да то есть или или принять или или убьем ну хорошо а мы изучаем продолжаем изучать что говорил нам раби тарфон раби тарфоном говорил в прошлом мишне что день короток жизнь коротко работы много плохом руба то есть божественное постижение торы заповедей бога это бесконечный процесс и значит поле мацелим тело человека но ленивая да вот это вот бег биоскафандр такая как биоробот он он очень по природе своей ленивый и все время хочет выключаться в сахар арбе он сказал награда велика то есть награда за выполнение заповедей из-за духовное развитие награда является духовный рост то есть совершенствование человека и переход его на следующие ступени своего развития как есть ребенок он он как бы заготовка человека а есть уже человек до человек который уже взрослый человек так вот ребенок он же развивается а потом человек может развиваться и он через тору заповеди развивается в свою реализацию своего духовного потенциала и переход на следующий уровень и он сказал нам что барабайт дохек дохек это имеется ввиду он подталкивает теперь дальше в следующем мишне сегодняшний он разъясняет разъясняет свою позицию и говорит нам так значит ло алейха млаха лигмор он говорит не на тебе работу закончить то есть он как бы сразу же отвечает на вопрос который возникает если тора и постижение всевышнего бог бесконечен значит тора тоже бесконечно значит если так как тора это это как знание будет то есть бог бесконечен тора бесконечно теперь если я начинаю изучать тору то нет этому конца и он об этом и говорит ло алейха млаха лигмор не на тебе работу закончить ты не переживай то есть ты не должен а я там буду 20 минут с утра позанимаюсь с хаком и хватит да он они не так он говорит ло алейха млаха лигмор он говорит ты не должен работу закончить то есть ты должен ее делать твоя задача делать работу духовную работу развиваться выполнять заповеди учить тору теперь и ты не свободный чек чтобы от нее от нее как бы освободиться значит как это работает вот смотрите вот человек например он думает ну хорошо то есть как получается жизнь она конечна да то есть в любом случае умирает значит что ты здесь не зарабатывая с собой ничего не возьмешь то есть ты как бы как пришел голый так и уйдешь голый хорошо значит теперь о чем не надо беспокоиться о том чтобы мне хватало еды хватало мне ну там еды да самое главное что человек без чего не может реально это без еды значит вот то человек думает так хорошо но кушать я себе всегда заработаю с божьей помощью бог даст на пропитание особенно если человек живет цивилизованной стране в западной где платят людям социальную помощь которая хватает он думаю о чем не беспокоиться теперь хорошо теперь учение торы он думает ну все равно же я всю тору не выучу ну куда мне до рабе торфона куда мне до рабе активы я 20 минут день с ицкаком позанимаюсь с утра или пусом позанимаюсь полчасика и все остальное время буду смотреть сериалы то есть мне социальную помощь платят еда у меня есть тору я получил духовный уровень чуть-чуть поднял и буду спокойненько себе висеть вот в этом вот состоянии радостном да таком то есть я заповеди соблюдаю ничего не нарушаю ну так поверхностно все отлично рабе тарфан таким людям говорит ты не можешь ты не свободный чек от нее освободиться от этой работы значит это касается естественно рабе тарфан и вообще тора она была дана муше рабе ну и она была дана еврейскому народу кто такой еврейский народ народ израиля это профессиональные священники которые посвятили свою жизнь богу то есть это можно от этого отмахиваться но как бы поклялись те наши предки которые получали тору они сказали на 7 нишма сделаем потом разберемся то есть будем все делать а бог сказал рабами вы были в египте теперь вы рабы мои все мамлехет кааним он сказал вытерь народ священников и гойка дож святой народ отделенный то есть вы должны конкретно ваекатаба и мамалада тора надо заниматься и днем и ночью то есть вы должны и днем и ночью учить тору и все выполнять что там написано а а как же наш что кушать в следующем главе у нас будет мишна такая там сказано так что амми капель алав оль тора тот кто принимает на себя ярмо торы с того снимают заботу о пропитании время властей то есть бог пообещал что если ты полностью посвящаешь себя богу то бога тебе позаботиться однозначно и снимет с тебя и забота о пропитании и власти тебя ничего не буду заставлять если ты дальше правда в этом мишне есть продолжение если ты снимаешь себя ярмо торы то тогда на тебя надевается забота о пропитании время властей то есть ты по любому кому-то служишь в этом мире в этом мире нет свободных людей все кому-то служат то есть выбор или ты служишь иллюзии например это глянцевые журналы дают тебе какую-то вот смотри вот это мечта типа до мечта потому что человек не может мечтать о том чего не видел значит человек начинает мечтать он в плену своей мечты у ожидать в ожидании вот этого будущего первое как бы плен плен другой все платят налоги все работающие люди они находятся под под как рассказать под властью государства да то есть государство их регламентируют заставляют отчеты неотчеты контролируют забирают часть денег попробуй не заплати в америки в тюрьму садят вот просто был хороший человек например но он и есть хороший человек его звали рубашкина шлома рубашкин он было мерить один из самых крупных производителей мяса кошерного мяса бак посадили его посадили за то что чуть-чуть не уплаты налогов чуть-чуть брал на работу нелегальных этих-то рабочих все то есть газ все под властью снимаешь себя ярмо торы значит тебе тут же надевается ярмо какое-то другое брак 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 это ярмо конкретно ярмо то есть если ты в братье то ты находишься в несешь как бы несешь ярмо брака да это как бы понятно так называется на верите не суин в общем не можешь ты чек в этом мире он рожден как бог сказал адам ля амаль юлят человек рожден для труда все то есть ты как бы какой труд есть варианты но не трудиться вариантов нету все теперь значит раби тарфа нам сказал значит не на тебе работу закончить то есть ты не должен думать о том что тебе надо закончить какую-то работу божественно да ты должен просто делать ты должен делать каждый день то что ты должен делать вената бенкурин ливатель мемена то есть ты не свободный человек от нее отмахнуться и сказать я не буду делать бог тебя по-любому заставит и мы видим на всей истории еврейского народа что как только пытались евреи уйти от этой работы особенно ярко это видно было катастрофа последние вот эти вот события последних там 100 лет видно что как только евреи сбрасывали себя ярмо торы и власть бога то тут же отдача была страшная как бог и предупреждал в принципе в торе что выбора то у вас особого и нету да это как есть в армии спрашивают солдат говорят одного почему вы пришли в армию он говорит я пришел служить родине второго спрашивает а ты почему пришел в армию он говорит я пришел выполнять свой гражданский долг а рабинович спрашивает а ты чем пришел служить в армию он говорит а я пришел меня заставили меня же никто и не спрашивал да так вот а никто и не спрашивал когда бокси равно каждого двигает через страдание или через собственный выбор если ты делаешь собственный выбор тогда отлично если ты не хочешь делать собственный выбор служить богу бог тебя заставляет и об этом сказал раби тарфан что ты не свободный человек ливатель освободиться от этой работы. Он продолжает, если ты учил много Торы, дают тебе много награды. Значит, что это значит? У человека человек живет не в реальности, человек живет в своих мыслях, в реальности. То есть каждый человек, начиная с момента пробуждения, попадает в виртуальный мир своих мыслей, своих ожиданий, своих размышлений, своих воспоминаний, своих каких-то внутренних диалогов, где он сам себе рассказывает, как ему жить хорошо или плохо. Да, вот ты дожился, звучит в голове голос. То есть, ну вот такая вот, постоянно идет мыслемешалка. Теперь, значит, в этой мыслемешалке человек проводит все светлое время суток. У него секунды нет, чтобы в голове голос замолчал. Проснулся, там, моешься, думаешь о работе. Работаешь, думаешь о ужине. Ужинаешь, думаешь о работе. И так далее, да. Все время ты в ожидании чего-то, что должно с тобой произойти или в рассмышлении о том, почему все идет не так, как должно со мной произойти. Так вот, когда сказал Раби Тарфан, что им ламата тора арбе над ним лиха сахар арбе, то здесь, как бы, что такое вообще сам принцип учить Тору. То есть, когда ты изучаешь Тору, знания о Боге, знания о заповедях, знания о том, как правильно поступать, ты как бы свой вот этот вот внутренний голос, который, ну, мешает кашу из тех голосов, которые он где-то когда-то услышал, ты меняешь его на голос Бога внутри себя. То есть, ты начинаешь, так как Тора это слова Бога, то ты в свое внутренний, внутренний весь свой мир заполняешь божественными словами. То есть, у тебя идет внутри, представляете, постоянно есть божественная, ну, божественная реальность, да, в виде Торы. И что тогда получается? Над ним лиха сахар арбе. То есть, ты уже даже в этом мире, ты прикреплен к Богу. То есть, ты не находишься в этом мире. Тело твое, да, находится там. Ты делаешь какие-то действия, которые ты делаешь. Но ты все время находишься в контакте с Богом. Все время, пока ты учишь Тору. И, значит, поэтому вот этот вот путь как бы иудаизма, чем отличается путь иудаизма от пути буддизма? Буддизм, он просто выходит из этого мира, из вот этой мысли-мешалки и зависает в неком ощущении потока присоединения к божественному свету. Но его я в этот момент, его вот этот вот внутренний голос, его эго, его личность, оно растворяется. Они как раз и стремятся к уничтожению вот этого вот внутреннего эго, внутреннего голоса. Иудаизм, он говорит по-другому. Он говорит, что да, внутренний голос – это эго, это мысли-мешалка, это пустое вообще, ну, иллюзия. Но есть же не иллюзия. Тор – это не иллюзия, говорит иудаизм. То есть, Бог через Моше Рабейну передал себя в виде Торы через Моисея. Теперь, когда ты начинаешь воспринимать вот этот вот голос, который идет через Моисея в виде Торы, да, через Моше Рабейну, ты в этот момент через слова Торы, через мысли Торы, через отношение Торы к миру, ты как бы соединяешься с Богом. Но ты остаешься, твое «я» остается. И когда тело отмирает, твое «я» переходит на следующий уровень. Именно «я» как история о себе, как самоопределение. Понятно, да? То есть, это совершенно разный подход, разная цель. В буддизме цель – уничтожить это ложное «я». В иудаизме цель – ложное «я» сделать истинным «я», соединив его с божественным. То есть, ну, принципиально разный подход. Теперь сказал нам еще раз, вернемся, Раби Тарфан. Он сказал так. Значит, «Ло алейхам лоха лигмор». Не на тебе работу закончат. То есть, ты не должен думать все время, стресс, я закончу, не закончу, выполню, не выполню. Ты должен делать. Просто делай правильные вещи. «Вената бенхурин ли ватель бимена». Ты не свободный человек освободиться от этой работы, тебя все равно заставят. «Им ламата тора арбе». Если ты учил много Торы, «Нат ним лиха сахар арбе». Дают тебе большую награду. «Венейман у бальм лахтеха». И доверенный он, хозяин твоей работы, то есть Бог. «Ишалем лиха сахар пыл лахтеха». Что он заплатит тебе награду за твою работу. Это мы уже учили до этого. «Вэ да, он сказал. И знай». «Матан схаран шель цадитим». Выдача награды цадикам. Леотид Лаво. Выдача награды в грядущем мире. То есть он говорит, смотри. Вот это очень такая важная штука, когда человек, он думает, так, если, значит, я служу Богу, значит, у меня должна быть зарплата повыше, там, то, ну, то есть, куча всяких бонусов материальных, да. Бог сказал, вот мы в Шмаестроэль в декларации два раза в день говорим. Он сказал так, что когда ты будешь выполнять заповеди, то я тебе обеспечу возможность выполнять заповеди. То есть, и сказать, что много – это хорошо. Царь Соломон, мудрейший из людей, он говорил, вот у него была такая молитва. Он говорит, шав – это пустое, казав – это лживое. Он говорит, вот эти вот пустые лживые истории отдали от меня. То есть весь этот мир, который живет в историях, дай мне возможность понять, что это история. То есть я хочу жить спокойно, знать, что я спокойно заработал, спокойно получил, спокойно поел, без излишеств, без ничего. И я занимаюсь ровненько своей духовной работой, мне внутри хорошо. Ведь все равно критерием счастья в жизни является внутреннее состояние. Так вот, люди, которые постоянно гонятся за чем-то материальным и так далее, они в стрессе. Большинство людей, которые живут в обычной жизни, без тора, они не удовлетворены. Поэтому очень важно выстроить правильно свой внутренний мир и получать радость, вот просто вот эту внутреннюю радость от выполнения простых действий от жизни как таковой. Не от ожидания какой-то другой жизни, а от жизни как таковой и наполнить ее вот этим божественным цветом. Вы да, и знать, что Матанс Харанджельца детям, выдача награды для цадиков, для тех, которые профессионалы служения Богу, которые прямо они очень сильно вышли на высокий уровень. Леотид Лавов, в грядущем мире, значит, придет человек, например, какой-нибудь, да, в грядущий мир, он учил тору 20 минут с утра в день. И так, ну, научил и верил в грядущий мир, но чуть-чуть. И он туда приходит, и, значит, он такой славенький такой в грядущем мире, такой полутень такой, да, где-то он там на массовочке сидит. Тоже кайфует, но в массовке, да, кайфует, но в массовке. А где-то на самых таких вот прямо местах сидят такие, те, которые учились целый день в Ишивах. И как они целый день учили тору, и здесь они были в этом мире такие себе, а там они прямо сияющие ангелы. Да, ну, вообще, единственная надежда, единственная надежда, что в том мире не будет зависти, не будет зависти. И я лично себя этим успокаиваю, я думаю, ну-ка, раньше, буду в массовке, а они будут не в массовке, я буду радоваться. То есть, если грядущий мир, это без зла, без зависти, без вот этих вот невыполненных ожиданий, да, которые, опять же, происходят из зависти, так у меня там не будет зависти. Здесь мне, конечно, обидно еще, да, что кто-то там, который сидит целый день учить тору, туда придем, а он там будет царь, а я буду где-то в массовке. Здесь мне пока еще обидно, но пока все можно изменить. Можно учить тору, можно делать заповеди, можно усилиться. То есть, корона тора доступна всем. А там, я надеюсь, что мне не будет завидно. Пускай буду в массовке даже, ничего страшного. Все, дорогие друзья, пускай Юрий Вердейчик будет на лучших местах, сидит там прямо поближе к Богу, потому что он учится, наверное, да, он может учиться. Каждый из нас может учиться. Все, дорогие друзья, мы закончили вторую главу, мы закончили последнюю мишну от Раби Тарфана. Какой вывод? Давайте сделаем три вывода. Я какой для себя делаю вывод? Что первое, не гонись за результатами, а просто делай действия. Это первое. Миша, привет, шаббат, шалом. Первое, это делать действия правильно и все. Второе, ты не можешь не делать действия. То есть, ты все равно должен делать действия, потому что, когда ты идешь только через любовь, типа через хочу, то есть большая вероятность, что ты делать все равно не будешь. Поэтому не делать ты не можешь. И дальше учи много Торы и знай, что награда будет. Все, это мои выводы. Всем спасибо, шаббат, шалом, удачи, успехов. Повторите еще перед шаббатом, недельную главу, почитайте Тору, поучите. Все, удачи, успехов. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok